привет добро пожаловать ну если вдруг кто-то меня не узнал я представлю зовут меня владислав лесовец и сегодня я хочу познакомить вас со своей квартирой рассказать вам все всех деталях которые у меня есть и вообще показать как я живу проходить это самая большая часть квартиры гостевая зона где находится и кухня и диван и обеденная зона все вместе сделано для того чтобы устраивать приятные вечеринки и ну для начала наверное давайте я вас познакомлю с самым главным человеком мы называем его человеком в этой квартире это кот-бандит посмотрите этот красавчик которого я нашел на помойке у него разные глаза он человек вот видите сидит встречает вас тоже бандит поздоровайся скажи мяу эта кухня как бы не было странно и это не выглядела эта кухня сделана она так для того чтобы было удобно друзьям и вообще всем общаться я честно говоря может показать что я не готовлю но я люблю делать завтраки у меня для этого есть все начиная тарелок заканчивая чаями разных сортов которые я привожу из всех стран и зеленый потому что сам я пью только черный чай и очень люблю с чабрецом но у меня большое количество друзей которые занимаются йогой любят зеленый чай поэтому китайский чай в доме всегда есть дальше цветы наверное очень важно рассказать все эти букеты как ни странно но я делаю сам это мое любимое место в квартире объясню почему потому что мне кажется именно отсюда есть хороший обзор отсюда очень хорошо видно проекцию на стене если я смотрю какой-то фильм здесь очень удобно работать кто-то говорит что это земля я считаю что это две луны этот вообще две планеты стены бетонные очень холодный интерьер но наполненный наверное теплом которое дереве дерево которое как-то сразу так все это делает мягким бархат это специальное дополнение здесь для того чтобы квартира не выглядела совсем холодной мне очень комфортно в этом интерьере и вообще вот этот вот эта чистота этот минимализм на сегодняшний день наверное это полное соответствие моему внутреннему состоянию не очень люблю чистые выверенные интерьеры в которых нет каких-то ошибок и ну таких вот стилистических мне кажется в этих ошибках и есть прелесть и изюминка любого интерьера ну и и собственно зона диванная где мы с друзьями выпиваем вино и смотрим как раз таки кино вечерами вот на том самом проекторе который вы можете видеть не получился до фокуса чуть-чуть а нет получилось что там вот раз когда вечеринки то проекция идет просто на стену для того чтобы картинка была шире а если уж мы смотрим кино то конечно для этого есть экран можно быть лечь и прекрасно посмотреть какой-нибудь фильм из каждого города я могу привести что то что ну даже не будет ассоциироваться со страной да а скорее будет напоминать мне это вазочки из музея современного искусства стамбула в котором я был не так давно я привез эти две вазы и вот эти куриные лапки они очень во первых по цветовой гамме очень вписываются в мою квартиру во вторых они очень оригинальные и люблю необычные вещи картины бегущий человек вот на той картине я я не буду про себя рассказывать что я имел ввиду когда ее рисовал но эта картина называется бегущий человек москвич москвич житель москвы и потому что если вы увидите это его желтая голова потому что он вечно в расставаниях потому что он все время бежит и если вы увидите то здесь много очень движений перед ним все время разные знаки он в расставании тело его сиреневое потому что он странный человек и в общем-то какие-то детали картинок которые я не считаю никаким шедевром но это как это мое состояние души написал я ее сам и мне показалось что в этом дизайне она очень неплохо вписывается ну а теперь мне кажется пришло самое главное время рассказать вам про мопед это подарок я сделал сам себе на день рождения это мопед lambretto 60 года оригинал который я купил на торгах в лондоне привез его в москву талантливые ребята помогли мне полностью восстановить его он на ходу и на нем можно ездить и но он правда но сами понимаете 60 года он конечно дымит очень сильно шумит и тяжелый поэтому он как интерьерные вещи стоит в квартире создает такое создает атмосферу и говорит всем моим гостям что я любитель такого легкого транспорта но теперь мне кажется самое время сейчас отправиться на второй этаж кстати если у вас вдруг возникает вопрос а не опасно ли это не опасно за 13 лет ни одного происшествия поэтому все в порядке идемте наверх ну что пришло время познакомить вас с самой скажем так интимной частью этой квартиры это зона отдыха второй этаж сделан более уютном стиле как будто я за город чем могу чем я могу здесь похвалиться но во-первых и кресло кресло моей моей молодости это советские кресла ребята полностью выпускают точно такую же модель это современные кресла точно такую же модель но уже в наше время взяли старые кресла разобрали и повторяют по заказу любого цвета очень их люблю они нереально удобные то есть сидеть в них одно удовольствие в гости очень любят кстати даже удобнее чем этот прекрасный итальянский диван вот но с дивана лучший вид на потом увидите на веранду естественная музыкальная колонка это это не столик эта колонка тоже наши российские получается что я поддерживаю российского производителя очень круто играет и очень хороший звук назвать это каким-то стилем или что я хотел я даже не знаю не просто хотел чтобы здесь было уютно также здесь есть бархат такие более яркие сочные цвета конечно же белая зелень чуть-чуть как мне сказали мои друзья ты наверное мечтал о лодке поэтому я сделал такие зеркала но на самом деле я не очень люблю водный транспорт самая любимая точка на втором этаже здесь под небом я сижу мечтаю читаю естественно сижу в социальных сетях и очень часто думаю концентрируюсь прекрасная книга моего друга данечки полякова не буду ее вам раскрывать кто знает что здесь картинки такие своеобразные очень люблю этого человека вообще считаю что один из гениев нашего времени поэтому предлагаю всем моим друзьям все время ознакомиться с литературой вообще дома много книг и об азербайджане своей родине современных фотографов классиков я не знаю заметили вы или нет я очень люблю огонь у меня огромное количество подсвечников везде потому что я лев по гороскопу и огонь меня лечит и в общем и вообще это очень тепло и красиво камин спиртовой более безопасный но вечерами под хорошую музыку романтик прям рекомендую просто и красиво ну и самая интимная зона ну вообще в квартире две спальни есть гостевая есть хозяйская так сказать ну вот эта спальня моя я мало кого сюда конечно пускаю но для вас такой эксклюзивчик я не знаю чем тут рассказывать наверное вот об этой прекрасной работе которая которую я привез бейнале современного искусства 2019 из павильона швейцарии и работа которую вы видите надо мной это тоже моих рук дело писал ее я сам потому что очень хотелось яркое пятно вот на эти прекрасные стены вместе такая подруга маша она архитектор дизайнер она помогала мне выбирать цвет стен мы с ним вместе решали вот она выбрала этот цвет стен а я соответственно под нее быстренько написал эту этот эту яркую картину ну и конечно же как не показать вам ванную комнату с окном очень многие мне кажется хотят ванную с окном это правда очень уютно и и здесь правда приятно проводить время полежать в ванной белая чистая стерильная ну а сейчас я вам покажу то что вообще никто никогда не видел это абсолютный эксклюзив для вас это моя гордость это место где я просто вообще наслаждаюсь каждой секундой своей жизни веранда которая есть в этой квартире она очень большая для того чтобы сидеть с друзьями идемте я вам ее покажу это ну это моя во первых моя гордость во вторых это место медитации где мы собираемся с друзьями сидим общаемся свежий воздух и когда мне нужно понять что все хорошо все прекрасно я сижу на этой веранде зимой кстати здесь лежит снег мишки надувные и у меня полное ощущение что я загородным я абсолютно не загородный человек я не люблю загородные дома прогулки по лесу я абсолютно такой вот городской но создать частичку маленький остров загородной жизни мне конечно хотелось поэтому два этажа абсолютно разные по по стилистике но здесь вот такой такой теплый отдых загородным гостевая комната с огромным количеством современного искусства граффити для того чтобы эту зону очень классическую это та самая вторая квартира которую я купил она уже была с ремонтом и мне не хотелось ничего менять я просто отвез эти двери в автомастерскую это двери в венецианском стиле были их закрасили в белый цвет и сверху я пригласил питерского художника который мне граффитчика который мне вот так весело и и разрисовал но я еще раз повторюсь это гостевая спальня и здесь есть еще одни работы которые мне очень нравится это молодой очень талантливый художник один я заказал него эти работы и как художнику разрешил ему сделать абсолютно на свой вкус то что он чувствует я ничего не заказывал он привез мне синюю красную серую и работу я купил не эти работают они здесь висят и радует гостей моего дома так но это моя гардеробная я не буду честно говоря вот прям долго про нее рассказывать хотя это наверное самый интересный момент для зрителей скажу что одежда у меня очень много гардеробная занимает 30 процентов квартиры 25-20 люблю винтаж это вот пиджак который я это моя последняя поездка в стамбул пиджак 90-х годов мокрый шелк бордовый тут таких вещей очень много обожаю миксовать дизайнерскую дорогую одежду трендовую с винтажом и вообще люблю разные стили поэтому одежда очень много не буду вам ее показывать мы все-таки больше про интерьер ну что друзья я надеюсь вам понравилась экскурсия по моим апартаментам говорю вам пока бандит по машей лапкой давай все счастливо красивой вам жизнь удачи подписывайтесь на канал а.д.